А вы, кстати, считаете, что писатель может стать политиком? Есть какие-нибудь примеры? Я просто вспомнил, что Прилепин, его оппоненты говорят, что он делает политическую карьеру. Мы знаем примеры, когда писатели, видные, известные, становились политическими деятелями. Обратно это мы знаем, что политические деятели становились литераторами. Такого я не вспомню, на вскидку. Я могу назвать только режиссеров этого Васлава Гавелла, хотя он написал книги. Он стал президентом, причем даже чехи сегодня говорят лучше. Удивительно, я с ним один раз встречался, конечно, глубочайший человек совершенно. Ненавидел нас? Не нас, не знаю, ну как-то мы все, нас-нас, но не нас. Хорошо, империю, Советский Союз. Да, да, вот этот символ ненавидел. Так ведь, это ждество. А из писателей, у нас многие в депутаты попадали писатели, но не самые сильные, по-моему. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, честно говоря, ну Лев Толстой, чтобы назовешь его политиком? Нет, конечно. Нет, конечно. Абсолютно. Хотя у него была своя политическая позиция. Я имею в виду действующего политика. Не человека, который влияет на процессы, а который, вот, не знаю, получится ли. Пожалуйста. Как вы считаете? Нет, вы знаете, ведь великий писатель, он и на то великий писатель, чтобы не ходить в политику. Так что между груднами говорили. Ну, чего там. Особенно, когда это женщина в политике, понятно, что дома ничего не получилось. Это одна из депутатов, но находясь в политику поперлись. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин